Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это опять я, опять со своим телефоном. Мобильный репортер ЧГТРК Грозный, Рамзан Кадыров. Хорошая погода, дождивая, настроение, боевое. Хочу поделиться с вами, то, что происходит на территории, да, проведение специальной операции, да, очень много разных сплетен фейков, да, и на них ведутся определенные категории, да, людей, да. Поэтому война или спецоперации, да, он в односторонном порядке не бывает, да. Тем более, такая спецоперация, которая проводится, да, соблюдая все, да, так скажем, предусмотренные, да, законом или соглашением, да, мероприятия, да, то это проводит очень трудный, да, он. Тем более, против тебя выступает десятки государств во главе с Америкой, да, и с Англией, да, и другие, и другие государства, да, они снабежают, да, террористов, это бандеровцов, да, новейшими оружиями, да, сил, средств, деньги, все есть, идет полная мобилизация, да, он украет на его территорию Украины, да, он забирает, да, он, ну, простых, да, он сельских людей, которые никогда не видели, да, он автомат, да, он живут, да, он. Таких людей забирают и отправляют на войну. Чем больше их убивают, тем больше, по-моему, да, он. Руководство, так, если можно назвать, Украины, да, он, и Америка, да, он получает удовольствие от этого, да, он. Вот еще один факт, да, он. Рамзан просил, да, он молиться за своих, да, он. Ну, вчера я провел совещание, и мы всегда говорим, даже два мусульмана встречаются, когда они расходятся, да, он. Всегда у нас есть этот, да, он. Друг другу, да, он. Друг другу просить, чтобы за него молился, да, он. То же самое, да, он. Без милостный, да, милосердий, да, без помощи Всевышнего, да, он. Мы знаем, что ничего, да, он не получится. В первую очередь нам нужна помощь Всевышнего, да, он. Потом причины должны создавать для того, чтобы выиграть или войну, или спецопередацию, да, он. Если меня спросить, то у нас ситуация, да, он. Однозначная, да, он. Я только что разговаривал со всеми командирами, да, он. Дух боевой. Отступать, да, он. Или уходить никто не собирается, да, каждый, да, он. Планирует как бы напасть, да, он. Как бы, да, штурмовать, да, ехать на дислокацию, да, он. И что касается проведения спецопераций, да, он, это давно пришло, да, он, военное действие, да, он. Если меня спросить, то я обвел бы военное положение, да, он. И использовал бы, да, он все возможности, да, он для того, чтобы быстрее закончить с этими нечистыми, да, он. И, ну, я как, не как глава, да, он выступаю, да, он. И делаю какие-то заявления, да, он. А как патриот России, как доброволец, как герой-генерал, да, он, делаю заявление, да, он. И участвую в этом операции, как доброволец, да, он. И призываю, и помогаю, и содействую, да, он все делает, как доброволец, да. Меня этому никто не принуждает, никто не заставляет, никогда никто не говорил мне, говорит это или другое, да, он. Я сам предлагаю свои услуги, услуги и стараюсь максимально быть полезным, да, он для нашего государства, для будущего, да, нашего государства, будущего, да, наших, да, детей, да, он. И, исходя из моих заявлений, да, он меня куда не назначает, да, он, и обвиняет, да, он, так сказать, в Министерство обороны, да, он, другие федеральные структуры, да, он. Те, кто сегодня, да, он обвиняет, да, они, ну, в корне не знают ситуацию, да, может, они полностью, да, он, были обеспечены, да, он, может быть, да, сил встретить против, да, он, поставлены, да, он, больше, чем мы ожидали. Да, да, он, ну, подлости, да, хватает в европейских, натовских, или, не знаю, западных государствах, хватает подлости, да, и учитывая это, я думаю, может быть, где-то, да, не доработали. А так, я считаю, что каждый на своем месте выполняет свои задачи, да, он правильный, достойный, да, но нам всем хочется, да, он всегда победит, всегда выигрывает, да, он и быстрее закончит, да, он. Ну, мы забрали, да, он, у них всю территорию, да, там, Харьковский, Кировский, не знаю, да, там, вот эти все, да, там, мы забрали, да, там, у этих... Пандершина, да, у этих сатанистов, да, у, так скажем, у СБУ, да, мы забрали у них это все, да, мы же освобождали Мариуполь, да, мы же освобождали все города, да, Когда мои ребята заходили в Мариуполь, да, там их насчитывалось, да, от 30 до 35 тысяч говорили, да, а мы заходили 2700 человек, да, то же самое везде, да, находится, да, все лучшие, да, подразделения, да, Каждый день, да, он забирают, уничтожают этих шайтанов, уничтожают технику, уничтожают их, да, он, базы, да, он, центры, да, он, управление, да, он, ну, проводится каждый день, да, он, там, представьте, сколько квадратных километров территории, да, он, сколько границ, за 3500 километров границ удержать, там, сколько сил, средств нужно, 170 человек, это тысячи, 170 тысяч человек, это очень мало, да, он, а если кто хочет, да, он, надо не ждать, пока, да, он, руководство государства объявит мобилизацию, да, он, ну, и все должны мобилизироваться, да, он, каждый регион должен дать, да, он, дать, да, он, дать, да, те, да, сил, средств, которые у них есть, да, те возможности, которые есть, да, он, предложить то, что они могут сегодня, да, он, для того, чтобы поддержать, да, он, наших, да, он, военных, они же наши беты, наши братья, да, вот, или Росгвардии, или спецслужбы, да, он, говорит, да, он, очень, да, он, легко, да, он, печатывает, кто умеет печатывать, да, он, научился, да, он, на компьютере тоже, да, он, они тоже могут там, но конкретными делами заниматься реально трудно, вот, я еще раз говорю, да, он, я полностью поддерживаю, да, он, проведение контр-спис, и операции, как называется, да, он, специальные операции, да, он, операции, да, он на территории Украины, да, он, я полностью поддерживаю, да, он, и полностью, да, но, если, да, я полностью не устраиваю, да, то для этого мы не должны обвинять наших, да, мы должны понимать, мы воюем против блок НАТО, да, против за 70 государств, да, да, приняли решение помогать украинскому, да, так скажем, шайке, да, поэтому, вот я вчера провел совещание, и я со всеми командирами, да, он, руководителями разных подразделений разговаривал, и я спросил у них, и дал поручение, да, он, узнать, сколько добровольцев они до вечера могут собрать, да, он, у нас, не смотря, да, он, не учитывая тех, да, он, сил, средств, которые, да, он, задействованы, будут задействованы, 9 тысяч добровольцев, да, он, сразу, да, нашли, да, он, и мы, даже, да, он, я всем своим командирам, которые находятся на территории Украины, и которые находятся дома, которые должны выезжать, да, он, я всем сказал, даже если спецоперация закончится, начал война с этими шайтанами закончится, да, он, мы их должны уничтожать, да, он, мы начали, да, он, с ним войну, да, он, не для того, чтобы, да, он, отступить или уступить, да, он, мы, даже если, да, он, мы выигрыши, да, он, погибнем, в раю будем, выиграем, в раю будем жить, да, он, земном район, поэтому давайте мы все, да, он, оставим, да, он, не будем поддаваться всяким фейкам, да, он, всяким провокациям, да, он, всяким, да, поддаваться не будем, да, он, реально будем жить жизнью, реально, да, он, будем стараться помогать тем ребятам, которые сегодня, да, он, Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе, да. А так, да, он, победа будет за нами. Это абсолютно мы не сомневаемся. Как всегда говорил Ахмад Хаджи, он говорил нам, победа будет за нами. Я ничуть не сомневаюсь. Если я сомневался бы, я не стал бы на этот путь. Поэтому мы никогда не сомневались и не сомневаемся, да. И враг наш знает, насколько мы силен, да, он. И насколько мы опасны, да, он, опасны, да, он для них, да. Поэтому с нами шутить, да, он играться, заигрываться, у меня не получится, да, он. Мы должны, да, он делать все, вот. Если меня спасит, вот и вот в моем мнении тоже, вот как Рамзан Акадыева, да, он. Я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию, да, он. Надо подготовиться, готовить, да, начал бы готовить, да, людей, да, в военном положении, да, и в моем тоже мнении такое, да, ну, не знаем, что будет завтра, да, этих шайтанов, да, которые не придерживаются никакой религии, да, традиции, обычной, да, у них союзников, да, этих шайтанов, да, ну, больше становится, потому что они и есть шайтаны, да, а мы, которые, да, которые, ну, для жизни, самое, да, правильное место, да, это для того, чтобы человек создавал семью, воспитывал детей, да, в плане религии, обычаи, традиции, да, это самое лучшее место России, да, для мусульман это самое лучшее место для проживания, да, здесь защищены, да, защищены, да, защищены Коран, пород, да, наш Мухаммад, салаллаху, Аллахи и Василий, да, здесь защищены, да, все, да, так скажем, направления для всех, да, честь и достоинство людей, да, 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 здесь нету однополого браков, здесь живут в мире согласия, да, десятки, десятки, да, люди, да, люди, да, национальности, да, поэтому давайте, да, каждый, да, при себе оставим, да, негативную, да, информацию, да, говорить будем правильно, да, поддерживающие слова и посмотрим, да, да, какие решения примет президент Верховный Главный Командующий, да, какие, да, решения будут приниматься во время проведения спецопедации, да, да, Министерства обороны, да, да, и другие силы средств, да, да, тогда будет нам легче, да, да, а так, да, сегодня, да, шашкой махать, да, на теплой диване перед компьютером, да, он легко, да, наши ребята там днем и ночью на страже, порядка, да, безопасности, да, и поэтому надо их поддерживать, надо за них молиться, я еще раз прошу, да, он всех, да, чтобы молились за наших ребят, да, он, молились, поддерживали, молились, проводили, да, он, контрнаступление, молились, уничтожали, да, он, врага, да, просили Всевышнего помощи, да, он, и делали, да, наступательные, да, он, шаги, да, поэтому это наш, без этого мы не можем, мы с помощью Всевышнего, да, он, мы не можем, да, он, и мы когда остановимся, когда садимся, когда ложимся, когда начинаем кушать, мы все, начинаем с имени Всевышнего Аллаха. Милослава и Милослава, Аллаха. Так что оставьте меня. Я никуда, да, я, говорю, не собираюсь. Я не как глава выступаю. Я как патриот, как доброволец выступаю, да, он. И сейчас тоже как доброволец, то он. Я постараюсь, я стараюсь то максимально быть полезным. И те услуги, которые я могу сегодня предложить, я предлагаю для нашего государства, для тех людей, которые сегодня проводят спецоперации. Аллаху акмару, мать сила, скоро увидимся. На площади Киеве, под российским флагом. Вы сказали, что принц приезжал. А я, опять же, по вашим соцсетям знаю, что вы были в этом году, раз мы про работу говорим, и в Турции, и в Эмиратах. Но вот не могу я не предположить, что там вам не говорят, что Рамзан, ну что ты с этими неверными связался, давай-ка лучше вот строить что-то такое на основе ислама вместе с нами. Говорят же? Нет, конечно. Нет? Если вы заметите, у меня всегда бывает, когда я встречаюсь, официальные встречи бывают всегда российский флаг. С одной стороны чеченский, с другой стороны российский флаг. Заметил, да. И поэтому я не дал повода ни одному человеку, чтобы со мной ввелить такой разговор. Я не маринетка, но у меня свои видения, свои цели, и со мной такие разговоры не могут вести ни один человек, ни одно государство. Я служил своему народу. И этот выбор моего народа на референдуме наш народ определился и сказал свое слово, с кем мы хотим жить, и приняли конституцию, и определили правила жизни. Поэтому это для меня святое. Я служил своему народу. И мне моя религия не запрещает, так скажем, работать с христианинами или евреями, с другими. Наоборот, если тебе разрешают молиться, строить мечети, ты обязан защищать это государство и служить, так скажем, президенту этого государства. Верно.